ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 1 марта в чемпионате высшей хоккейной лиги стартует вторая решающая часть турнира – «Игры на вылет». Волжская Ариада, кстати, прошлогодний бронзовый призер чемпионата, в розыгрыш Кубка Братина текущего сезона вышла с 14-го места. И в 1-8 финала встретится с Тюменским Рубином. О концовке регулярного чемпионата ВХЛ и о кубковых перспективах нашей команды в нашем следующем материале. В Хоккейной России конец февраля-началом марта всегда было временем особенным. Во всех лигах подходит к окончанию регулярный чемпионат и начинается самое интересное – «Игры плей-офф». В КХЛ это Кубок Гагарина, в нашей высшей хоккейной лиге – Кубок Братины. Волжская Ариада, неизменный участник плей-офф всех последних лет к решающей части турнира, подошла, мягко говоря, не в очень хорошей форме. В пяти проведенных матчах четыре поражения и всего одна победа в дополнительное время. То ли это спад, который, к счастью, начался именно сейчас, а не в плей-офф, то ли такая тактика, чтобы усыпить бдительность потенциальных соперников перед самыми важными играми сезона. Когда ты падаешь туда в яму, очень тяжело выкаракиваться. Приходится прилагать очень много усилий. Почему это происходит, не знаю, не могу понять, что у людей в голове. Волжане завершали регулярный чемпионат дома, как обычно, трехматчевой серии. В первых двух играх с ангарским Ермаком и красноярским Соколом удача была на стороне наших противников. Ариада скатилась на 16-ю строчку турнирной таблицы, и только чудо могло помочь подопечным Гизатулина в заключительной игре с хоккеистами Кассинг Торпеда из казахстанского Усть-Каменогорска. Да и терять нашим было нечего. Уже гарантированный плей-офф, и как бы ни закончилась эта игра, выход в 1-8 на одного из лидеров регулярки. И, видимо, фактор, когда ничего не давлело, стал решающим в нашу пользу. Как минимум, зрители, пришедшие в Ледовый дворец, остались довольны количеством заброшенных за матч шайб 11. И, конечно, тем, что 8 из них в исполнении наших ребят. В первом периоде 2, во втором 3 и в третьем еще 3. Несомненно, настоящая голевая феерия. Плюс к этому для полноты хоккейного зрелища булит, правда, нереализованные ворота соперника, и полновесная драка сразу после окончания второго периода. Ну, как бы там ни было, несмотря на нереализованный булит и поражение в двухсторонней схватке, победа Ариады в последнем матче регулярного чемпионата. 8-3. За 60 минут игрового времени волжане нанесли в створоворот соперника 56 бросков. Результат, достойный ни много ни мало сборной страны по хоккею. Сегодня это был позор нашей команде, тренерскому составу. Значит, мы не смогли донести до них в преддверии плей-офф так безобразно проводить игру. Благодарен за эту игру, что выиграли. Попытались смоделировать игру, которую будем играть уже в плей-офф соперником. А так, всем спасибо, на мажорной ноте закончили регулярный чемпионат. Будем готовиться к играм в плей-офф. Ну, а плей-офф стартует уже в эти выходные, 1-2 марта. Соперник волжан в 1-8 финала знакомый нам всем тюменский Рубин. Да, тот самый Рубин, который в прошлом розыгрыше Кубка Братины Ариадовцы обыграли на стадии 1-4, тем самым попав в полуфинал и добыв бронзу. Да, понятное дело, что Рубин прошлогодний и Рубин нынешний две разные вещи, что, собственно, можно сказать и о нашей команде. Поэтому что-то спрогнозировать дело как минимум неблагодарное. Ну, а если обратиться к сухим цифрам статистики, то за 4 сезона существования в АХЛ наши команды встречались 15 раз. 7 раз выиграли волжане, Рубиновцы, соответственно, 8. Разница заброшенных и пропущенных шайб 35-42 в пользу Тюмени. Плей-офф, я уже повторяюсь, это такой отрезок игр. Надо выиграть 4 игры у одного и того же соперника. Его изучаешь, можно сказать, от и до. И там у кого больше физических и моральных сил, потому что игры через день, каждый день, через день там начинаются. Поэтому посмотрим. А ждать осталось совсем немного. Уже 1 и 2 марта Ариада играет в Тюмени. Хочется верить, что к этому времени Лазарет Воложан опустеет и все будут втрою. К тому же не стоит забывать о потенциальном пополнении из Новокузнецкого металлурга. Ведь задача для наших как никогда серьезная. А именно финал розыгрыша Кубка Братины. Собирайся, народ, водить хоровод. Бояриню Масленицу провожаем. На шумный праздник всех приглашаем. 2 марта с 11 часов на Патриаршей площади Масленичное гулянье. Ярмарка, концерт, игры и конкурсы. Катание на горках и лошадях. Сжигание чучела. Принимаем заявки на участие в ярмарке. Вы любите эти группы? Да! Вы знаете их песни? Да! И... 15 марта в 18.00. Блиц-ФМ отмечает свой четвертый день рождения. Стоун Клаб. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 204312. Частное издательство Телерадио выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Субтитры создавал DimaTorzok